Современные технологии очистки океана от пластика. Как может один обычный человек очистить все океаны на планете? Вопрос звучит просто фантастически. Но реальность такова, что именно обычными людьми разрабатываются и реализуются технологии, способные решить, казалось бы, просто неразрешимую глобальную проблему. Например, в США в 2009 году из 30 миллионов тонн вырабатываемых пластиковых отходов на переработку ушло лишь 7%. Площадь земли, выделяемая под свалки, не безгранична, и поэтому для сбрасывания отходов используют также и мировой океан. Ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн плавучего мусора. Уже образовалось 5 огромных мусорных островов, по 2 в Атлантическом и Тихом океанах, и 1 в Индийском, общей протяженностью 13 миллионов километров. Пластиковые отходы находят даже на глубине 4,5 километра. На сегодняшний день наиболее распространенным способом очистки морей и рек является механический сбор мусора с поверхности вод. В основном с этой целью используют специальные суда или плавучие агрегаты. Именно этой схемой воспользовалось 3 группы незнакомых между собой людей. 22-летний датский студент Боэн Слад и созданная им организация The Ocean Cleanup, австралийские серферы Пит Цеглинский и Эндрю Тёртон, а также английский индустриальный дизайнер Джеймс Дайсон. Изобретение Боэна Слада может очистить половину океана в 5-летний срок. Ветер и течение приносят мусор к платформе сбора, напоминающий по форме ската с крыльями. Чтобы поймать мусор, используются твердые плавающие барьеры, которые всасывают пластиковые отходы. Пойманный мусор измельчается и фасуется. После сбора пластик удаляется механически, а затем может быть переработан повторно. Данное устройство самозаряжается за счет солнечных батарей. Чтобы очистить весь океан, крылья этого ската-собирателя должны быть длиной 100 км. Люди, узнавшие об изобретении Боэна, начали активно помогать развитию его проекта, который в 33 раза дешевле других ранее разработанных проектов по очистке мирового океана. Идея Пита Цеглински и Эндрю Тертона состоит в размещении мусорного бака под названием «Сибин» на поверхности рядом с причалом или прикреплении его к лодке. Это обусловлено тем, что необходимо место для насоса. Данный бак всасывает воду вместе со всем плавающим в ней мусором. Вода выходит очищенной, а мусор остается в съемном мешке. «Сибин» может работать круглосуточно за счет погруженного под воду 12-вольтового водяного насоса, который способен питаться альтернативными источниками энергии – волновой, солнечной или ветровой. Размеры и вес устройства рассчитаны на то, чтобы установить и очистить его мог один человек. Джеймс Дайсон разработал проект плавучей баржи «МВ Рециклон Барж», использующая систему вакуумного всасывания для очистки рек и водоемов. Мусор захватывается сетью, а затем затягивается внутрь для дальнейшей обработки. Все три технологии продуманы так, чтобы морская фауна не попадала в сеть устройств, собирающих пластиковый мусор. Уже сейчас существуют реально работающие эффективные установки, очищающие океан от пластика и различного мелкого мусора. Параллельное использование упаковок из альтернативных материалов позволит не только ускорить процесс очищения океана, а также предотвратить его дальнейшее загрязнение. Важно осознать, что каждый человек способен стать частью позитивных изменений на планете вне зависимости от его статуса, образования и рода его занятий. Не стоит ждать помощи из дней. Общий исход событий зависит от сегодняшних усилий каждого из нас. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможности реализации данной технологии для очищения мирового океана. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.